И про него забыли в первых двух стадиях баном к обе команды, тускарочка набрали. Ну да, в принципе, неплохо. Что осталось? Вот надо под Слордара взять ДПСР, правильно, какого-то героя, который будет носить физический урон. То есть, ну, ВР-ка, самый напрашивающийся вариант. С другой стороны, что ВР-ку пока ставить некуда, потому что КВАПа не должен. Больше походит на то, что КВП у нас с большой вероятностью будет стоять в миде, Слордар пока еще не ясно. То есть, он может пойти как в легкую, так и в хард. Но учитывая то, что Висп с Тинни это все же два милишника, и лучший сетап у героев это Стрелл Кит, то здесь необходимо взять какого-то, может быть, даже Бонни Флетчера, ну или что-то, что способно нарезать. Ну вот, да, ВР-очка, Бонни Флетчер, ну что, какие варианты у нас? СФ, А, СФ, Банни. Ну, пока мы видели, короче, некоторые пики, вот как вот Виртуза. В одной игре они решили попробовать законтрить Тинника вивером, но, как мы видели, это не очень хорошо получалось, потому что Тинни его убивает с проката, там, вивер башится в пассивку, и нужно вот срочно кого-то, возможно, брать прямо сейчас. Ну, посмотрим, Зиток на капитанском слоте думает, кого же героя взять. Ну да, герой, который не пострадает от Тинни, в первую очередь, в вторую очередь, конечно же, который будет носить ДПС под Amplified Damage. Ждем пик четвертый. Давай. Ну, ты на кого-то поставишь, Бонни Флетчер? Вот Бонни Флетчер давно не было видно. Вообще, на мейджоре он еще пока не появлялся. Да, он пока не появлялся, но все еще можно быть. Слушай, Тэмпларка есть. Тэмпларка есть, да. Тэмпларка тоже, тоже миличник. Она, ну, все время попадает в пассивку Тинника, и тоже не вариант. Неприятно. С другой стороны, под Amplified плюс собственная, минус броня есть от ударов с Мелда и так далее. Сочетание классное. Сочетание здоровское. Можно без пасс двух ударов вырубить? Можно. Камин наблюдает за тем, что оно пока сами не понимает, как они собираются все это убивать. Видимо, не хотят открывать своего кора, потому что нужно еще какое-то время подождать. И забирают брат Рома. Но выбор довольно-таки солидный. То есть мы видим то, что у G-Dota в целом два милейшника и Виз, которые будут бегать также за ними. Можно спокойно врываться на чаржи и расталкивать всех. Станя там на две с половиной секунды. И в целом, в общем-то, барик, если это суппорт, то выбор тоже достойный. Ну да, тут два варианта на самом деле есть. То есть перед брейкером может быть семисуппортом, может быть оффлейнером. Во всяком случае, такая вероятность по-прежнему сохраняется. Ждем ответный пик от Toe-G. Есть тускар, есть висптини. Но от какого-то... Вот ЕС останчивый у нас заходит. Герой, который пока на текущий момент на мейджере показывает не самый высокий винрейт. Очень много поражений с ЕС-ом у команд. В частности, вот ВП пробовали с ним играть. Не очень хорошо получилось. Смотрим, как от Toe-G он зайдет. ВР-ку забанили сами анноуны. Так, и ласт бан от флая. Ну вот, как тебе кажется, какая самая большая вероятность Spiritbreaker на позиции суппорта увидеть или все-таки оффлейнеры? Ну, исключительно, исключительно суппорт. Он набирает невероятные обороты, да. Тогда нужен оффлейнер. Или Слардар использовать как оффлейнеры и взять керри. Ну вот Джиггернаута забанили, испугались, что действительно Слардар может быть оффлейнером. И Хаскар! Хаскар! Вот мы видим, кстати, героев. Ну, Анноу сделали выбор в пользу вот этого дамагера. Непонятно, на самом деле, как он будет расправиться с Тинником, потому что чем быстрее он бьет, тем чаще Тинни его станет. Какая скальговорка получается. Какая скальговорка получается. И при этом у Тинника, как мы видим, у него довольно-таки большой ДПС. То есть Тасик у нас очень хорошо пробивает через Варла Спунж, насколько я знаю, это Физа. У Тинни там невероятное количество урона за счет того же Виспа. Аэр Шейкер может в любой момент зарядить Инчан Тотему в лицо. И Алхимик пятым пиком, ничего себе. Вот это они страты мудят. Да, это два действительно не самых таких стандартных героя на последней стадии заехало. С одной или с другой стороны, это Хаскар и Алхимик. Круто. Вот в первой карте. Ну, могут Анноуна развалить, потому что до появления Алхимика была какая-то уверенность в том, что OG Доты сейчас могут что-то крутое сотворить. Но вот с Алхимиком может получиться так, что Винтера Верна просто будет божить. То есть Слардар может всегда врываться в толпу стани четверых. Винтера Верна за счет своей ульты убивает спокойно одного. И поэтому у Анноуна есть все шансы. Ну что ж. Все шансы. Давайте посмотрим, какие там шансы есть. Исполнить эту самую стратегию. Довольно интересно. Хаскар, Слардар. Герой активный, с другой стороны. Мне вот это нравится. То есть есть кем здесь сначала побегать, поубивать. Есть потом где в мидгейме подраться. Здорово. Ну давайте познакомимся, собственно, с командами. Итак, Анноуны. Третий шуток будет играть на Спиритбрекере. Акция на Винтер Верни Суппорт. Гридит, Офлайн, Слардар. Товарищ Атун будет играть на медовый Квин оф Пейн. И товарищ Чевер. СР Чевер, это Хаяма, по-моему, если я не ошибаюсь. Будет играть на Хоскаре. И команда OG. Флай забирает себе Тасика. Крид берет Виспа. Миракл играет на Алхимики. Мун, Хардовый Ршекер. И Нотейл на Тине. На том самом Тине, с которым он играл очень долго. И сейчас Анноуну не позавидуешь. Так, к сожалению, у нас нет статистики какой-то сейчас в рамках второй трансляции. Я уверен, что Нотейл там просто бешеный винрейт в этом патче на Тиннике. Мы прекрасно знаем. Ну, а тем более, что в этот раз он будет не просто голым Тине бегать, как это обычно бывает. Но при этом еще при поддержке Виспа. Что намного его возможности увеличивает. Я хотел бы обратить внимание на закуп Ниракла. То есть он надевается не в самый быстрый потол на свете. Он купил себе Пурман Шилд. Ну, может зайти. Хорошенько. То есть мы видим, что он пока решил не брать Топорик. Потому что очень многие Алхимики просто берут себе такой билд, как Топорик плюс Столд Шилд. А после этого заходит на мид и с этим Топориком добивает всех крипов. В данном случае, учитывая, что против него будет Квин Уф Пейн, которая может очень более наточковать, то ты берешь Пурман Шилд, чтобы на верочку стоять. Ну да, во всяком случае не так больно тебе будет в реальном этапе. Ну, контролятся руны. Понятное дело, Алхимику постараются оставить. Оставляют. Вот Ботл у него появится буквально через 70 монет уже. Но на Топе забирает Баунтирун у нас товарищ Атон. На Квапе. Медовая Квапа будет через быстрый Ботл играет, через стандартный айтем билд. Это через Лисман, пропуленные веточки, тангусики и два веточки. И все разбегаются в союли. Ну, в принципе, на линиях все предельно понятно и ясно. Нет никаких-то неожиданностей. Да, мы видим по одному оффлейнеру по сложной, по мидеру одному пока на медлинии. Можно было бы попробовать наказать OG за то, что у них довольно-таки жадный лайнап. Это Шейкер на легкой линии, также два милишника на изилейне, который бы мог напрячь, то та же Винтерверна с Хаскером. Но в данном случае Аннон решили сыграть по проверенной стройке. Если уж мы такого раньше не делали, то ну его нафиг. Давайте играть с дефолтом, который мы умеем. Да, они стали забитать велосипед, поставили в стандартную, в легкую линию Хускарочка. Будет он спокойно крипов добивать. Понятное дело, что Е здесь как-то вообще помешать не сможет. А дальше у Мундминдера попытаться каким-то образом экспириенс наворовать себе. Получить денег каких-то, может быть. Три крипа у него уже есть, неплохо, против такой линии. Ну, это здорово получается. Вот в миде очень интересно посмотреть на противостояние квопы против алхимика, потому что в большинстве случаев тут нужно сделать так, чтобы алхимик вообще ничего не вынести. Если алхимик сможет стоять до шестого уровня так, что у них с квопой будет раны крипстат, то потом будет просто катастрофа, потому что у тебя появляется ультимейт, который начинает тебя невероятно захиливать. Тучку ты свою можешь кидать по КД. И вот мы видим то, что Барик уже вышел на тропу войны и начинает алхимика активно мять. Ну, знаешь, вот Спирит Брейкер, да, он вроде такой вот герой. Сейчас исполняет роль мешающего персонажа для Миркла. А вот если наоборот поменяться, поставить Спирит Брейкер вниз с ЕСом податься, а на мид линию вернуть верно. Она же будет лучше с алхимиком расправляться, она будет лучше отпугивать алхимика и не давать им подходить к крипам. Да, было бы здорово, но тут, как мы видим, Барик, он пока больше идет как борец за руну. Пять армора, почти любой, кто приедет, получит по голове в итоге. Врывается сюда Плай, и руну у него забрали, старается закрыть брат Румана, но у него не получается, бежит за ним Слардар. Еще секунда стана, и Флай попался. Очень нагло сыграл. Да, с Виспом зашли, не ожидали, что тут иллюзия так больно будет залетать. Смотри, там дальше идет товарищ Зиток на крита, но крит, конечно же, на Тизере подтянулся к Тиннику и уходят они под Тауэр. Много демэджа от Слардара, много демэджа от Спирит Брейкера, залетел, с таким справится даже Висп мог. Пытался, обхиливал, но не вышло. 1-0, а но он и начинает с ФБ. Плохо. Плохо, и решили поставить дабл линии. То есть Барик понимает то, что в миде он, в общем-то, свою работу сделал и нужно идти куда-то еще, вышел наверх. Нашли здесь Виспа с Тинником, и пока у нас нету Тасика, то здесь можно довольно-таки хорошо размениваться, напрягая оппонента. Ну, самого Нутейла пока один из лучших крипсатов на карте, это, в принципе, и понятно. Лучше всех, конечно же, у товарища Хускара, у него тут 17 на 4. Хелм себе приобретает первым же мини-артом таким, да, и готов, я так понимаю, выходить сразу какие-то армлеты, доминаторы и прочее. Вообще, как это считается, то, что и в паблик-дольте, и в профессиональной дотасцене особо-то айтем-билд Хускару новый не придумаешь, он неотличен. Он всегда един, армлет и доминатор лучше, и не соберешь, наверное, того самого Хускара. Думаю, что и здесь Яма будет придерживаться стандартных хилдов. Окей. Подпушили довольно серьезно мини-ква-па, в миди, альхимика, в соло, что ли? В миди с Братром. А, с Братром все-таки, да. Братром получил свой ассист, есть фраг у него. Ну, здорово, алхимика примяли. Очень важно было сделать хилл до получения 6 уровня алхимика. И видим, что у него там только стики появились. Также можно сказать, что здесь главное не останавливаться. Братром бегает на свою базу, он сейчас заряжается на фонтане, и вот можно в очередной раз попробовать взять алхимика. Здесь мы видим то, что у квопы есть 5-й левел, также есть банка, которая сейчас будет заполнять, заберет какую-нибудь полезную руну, и этого алхимика нужно дальше идти убивать, потому что пока Миракл мы видим, он держится наравне с квопой. А, это очень хорошо для него. Да, несмотря на смерть. Все-таки за счет пассивки денег он набирает очень-очень много. Ну, вот Барик думает, Барик стоит, думает, ждет, когда можно будет сделать свой выход. Как мы видим, то, что сверху, в принципе, ничего не получится в центре, и все еще может быть, вместо того, чтобы бежать, он решил просто забузить ботл для квопы. Тоже неплохо. А потом теперь с полным... О, проблемки у Миракла выходит Винтерверно, подходит сюда квопа, разбегается Братру, нападает на мир, который успевает откинуться баночкой, подходит Ардар и Шейкер, великолепная игра. Аккуратно разобрали, действительно, OG, в нужных стан дали, как раз-таки, взлетающих персонажей, и не подпустили к алхимику героев. Это круто, Миракл спасается. Правда, придется потратить, конечно, практически все заряды на ботле, но что поделать. Главное, жив. Прежде всего. Так, ну, мы, конечно же, будем ждать первых подключений Виспая Тинни. Крит пока имеет левел третий только, Тинни пятый. Естественно, еще много времени должно пройти. Потому что, безусловно, спейс создать для алхимика будет очень нужно. А, Миракл, все же страдает от большой активности стороны unknown. Большого внимания. Ну, на Соликлине все спокойно. Собрал себе на Солринг Мунминдер. Голл пятый. Погиб Солдар. Тоже внезапно. Проказ, так понимаю, Нутейл и залетел под спринтованного Солдара, что ли. Неприятно получилось для Солдарочка. В итоге... Фраг. Первый фраг, кстати. Ну, пока тишина. Барик не может найти себе место на карте. То есть, мы видим, что он стоит третий уровень. Решил выбежать наверх. Похоже на то, что хотят осуществить комбинацию с Квиннов Пейн, у которой есть ТП. То есть, Барик у нас бежит, бежит на Виспа. Он сейчас на него врывается. Причем странно, что он один. Да, решил развернуться и отойти. Ну, такая ситуация, что клопа на левелл. Ой, там подзажали, какая шар. Смотри, Сноуболом залетают. Пиф с Пирицем еще много денежи нанес. И заходит на Тейл, тассирует на Гриди. Гриди падает стычки от руки от Плая. Пытается уйти Зиток за непокойный до конца. Три героя. Чардж дает и будет уходить. Блан перехват от Миракл. 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 Руну взял. О, Дейлка сейчас может убивать же, нет? Выживет. Регена. Даже если так пить не стал. Он просто был лоу-хп. Ну, необычный выход от Барика. В итоге, такой на Тейл посмотрел на это. Опа, ребятки. Парши-хикли пришли. Фармим. Ну, там, понимаешь, такая ситуация, что, казалось бы, спиртбрекер идет на топ. Должна была Клопа поддержать, но Клопа на лоли выше стоп не вкачала ультимейт. Она вкачала второй шаду страйк. Естественно, нет ультимейта, но как бы особо против реплит, там не пойдешь воевать. Ну, и в итоге Клопа осталась. Фрак они не сделали. Сами в итоге одного героя отдали. Ну, счет 2-2 становится. Враг вот, 7 минут игры. Ну, счет равный. Да, вот пока можно посмотреть за моном, то что снизу он довольно-таки хорошо действует, то он понимает то, что Каскар плюс Винтерверна это, ну, фактически сразу смерть, если у него получится от себя зацепить, из-за того, чтобы как-то пробовать, там, рискнуть, там, подойти крипов добить, он просто стоит под тавером и вообще не отходит. С рейнджа тысячи закидывает фиссуры и не позволяет вышку побить. Ну, абсолютно верно. Да, вот непонятно, зачем сюда приходит флай, то есть, видимо, он такой, опа, икспа, икспа, давай вместе, давай вместе постоим, братишка. Ну, таки, постоял, посмотрел и побежал дальше, да. Ну, понял, что без шанса побивать Хускар, это прям он с армагетом, конечно. Крит-прыкер, ты посмотри, разгон-то взял, взял и на Муна влезает, вырезается в него, начинает его пробивать. Фиссура пошла, пытается не пустить Хускара, но Хускар, типа, сему успеет дойти к Муну. Да, и даже с руки просто будет забивать его, это не минус. И вот он, флай, который возвращается, заходит сюда Нотейл, забирает Хускара, подходит так же, флай, бьют под тауэром колдом рейс, который может попробовать его спасти, есть чарж, нужно бежать, но Нотейл очень быстро реагирует и забирает. Хорошее приключение от Нотейла, два килла, он здесь стелл с прихода, 2-0-2 у него в итоге в КТА становится, замечательно, замечательно все получилось. Ну, причем, что самое крутое в этом моменте, Олджи таки умудряется создать спейс для своего алхимика, который уже набрал темп, и он уже Квапу обходит на 3-4 момент. Формит Миракл уже очень здорово. Он тоже полторы тысячи момент. Лизайд Баунти равно. Да, медалечка подъехала, через медальку играю, кстати говоря. Да, хороший боевой алхимик. То есть многие наверняка знают, что у нас в нынешней мете самый популярный это покупатель Радианс, потом Октарин, потом Мантул Травелай, просто фармить всю карту, но есть еще и боевая алхимика. Это те ребята, которые пакуются медальку, которая усиливает ДПС с твоей бомбочки. Так, у нас время тут Квапа гонится за Тайсиком и старается Шекер его спасти. Тайсик от безысходности побежал на Квиндов Бэйн, которая в итоге его добила, подходит Миракл. Куда, Тоник Вейв? Куда ты его дал? Талтун. Миракл пытается забрать все время, включает он форму, есть на нем разгон, ставит этот спрей под себя, Спиритбрекер залетает прямо под тавок, когда летает, только пытается уйти, есть фиссура, если только очень больно, приходит еще и Бист, нарезает Спиритбрекер, Спиритбрекер минус, кидывает Спинтербластом Акцель, пытается уйти, за ним до конца идет спокойно Миракл. Слушай, там еще и разобрали героя, убили Слордарчиков. Минус два. Минус два, и можно дальше убежать, главное не останавливается. Шекер поддерживает Миракла фиссуры, также подходит Свист, забирает Винтерверну, и это минус три. А еще план перехвата, посмотри на Кускара, Кускара пытается подловить, айшард не пускает его, вынужден разворачиваться, Кускара просто драться с Флайм, Флайм скорее всего бьет, на Виспа тоже, прыгает, играет Армитов, как же он играет Армитов, получает фиссуру, но таки погибает он, но успел сделать даблкил перед своей смертью, воюя практически один против четырех. Да, сыграл очень хорошо. Он почти выиграл Армитов. Он почти вывел Армитов. Буквально стик, вот еще купить, если бы, хотя стики это не сам бавулярный, айтем среди Хасика, то он может быть даже сделал минус три. Ну-ка, вышку, как хорошо вышку, сбивает Винтерверна. Никакого не ожидал. А не дали денег, ну много денег не дали, точнее чуть-чуть дали. Так, ну и пока, на удивление, УДЖи могут спокойно идти, даже попробовать драться, то есть, потому что герои, в общем-то, получили там свои 8-9 лавела, то есть, есть у нас Гречка и Прост от Тени, есть Шекер, который может там ворваться с Хаслэмом и убивать врага, то есть, Тасик, Алхимик, все это есть. Ну, это вариант номер один, то есть, просто попробовать подраться. Вот мы видим то, что Миркл покупает вот исключительно боевой запакой, когда ты не формишь Родианс, у тебя есть такие активные айтемы, то можно пробовать пойти и подраться, потому что пока у врага тяжелая ситуация. И вот таких Алхимиков обычно убивает Бёрст, вот сильнейший Бёрст, которым владает только одна Квин-Ов-Пейн, по большому счету. Больше Бёрста нет. Хасик еще может попробовать пробить, если хорошо получится войти. Посмотри, что творят Анон, они уходят, выходят на Рошана, довольно-таки рисковая, рисковая идея и может получиться, потому что пока Квапа стоит на миде, снизу также стоит у нас Барик и ОГ могут только догадываться. Вот без 40. Вот у нас Фисксура. Опять играет армейдом Курскар, есть на него уже доминаторы, поэтому он позволяет делать такие захваты у самого Рошана. Бьют, бьют и не успевают с оттягиваться лжи, но и, откровенно говоря, они даже не собираются с оттягиваться. Такое ощущение, что Шекер просто Фисксуру дал в темноту, так, знаешь, на пофиг или случайно и пошел дальше и команда, ну, команда не отреагировала нисколько на подобную ситуацию. Посчитали, видимо, не сам целесообразным образом он там драться будет. Ну, вот сейчас будет тяжко, сейчас будет намного сложнее, то есть Хаскар берет себе Аегис, у него есть армлет, завершил он также доминатор, можно еще какую-нибудь крепостью там с собой взять, но Тейл тем временем забирает Квину в ПН, комбинация Фиссура и Прилет Тинни с Виспом работает, на всей красе. Ну, даже без Релакей, просто пешком подошли, под Фисксуру, сделали проказ, убили. И Релакей достался, значит, что можно, в принципе, где-то снизу навязать борьбу, вы, может быть, Хускара обидите. Да, или можно попробовать забрать Слардара, который очень хочет нафармить все блин, потому что ситуация у Анном пока ну, немножко сложноватая, то есть, да, понятно, что они Джоли Рошан, у них сейчас есть Аегис, но самое страшное то, что у них им нужны артефакты, то есть Клопе нужно что-то подфармить, Слардар мы знаем без блинка, он не самый сильный парень, да и Хаскар, когда он покупается там хорошие артефакты, он почти не убиваем, так что нужно попробовать войти их и убить. Они пока смотрят на то, как он убивает их Тавр, можно попробовать, ну, просто дать ему Фиссуру, убить Иггис, как минимум, сейчас. Ну, так вот, нахаляву через Фиссур. Попробовать, попробовать, надо. Ну, вообще, да, Клоскарту позволяет себе арметики в очень опасном моменте переключать, где-то можно подловить. Во, вот, и еще Фиссуру, да, единственное, еще бы было здорово, если бы Тавр в это время бил Хаскара, но технологию они уже освоили. Ну, да, да, да. Ну, единственное, что-то, конечно, слишком много резиста и вот так просто не пробивается Хаскар. И сами просто стоят и действительно просто бьет Тавр, и все. Ну, да, два Тавра подарили. То есть, два Тавра, и при этом они, вроде как, ничего не забрали. Может быть, вот Тавр сверху упал в это время? Нет, там Донайт был Тавр, жаркинтерверный. Товфлайн немножко просплетил, конечно, но это мало компетенция. И самое главное, в такой ситуации не останавливаться. То есть, у вас есть, в принципе, вы забрали два Тавра, враг вам не ответил. Враг единственное, что делает очень хорошо, это начинает спидпушить, значит, вы спокойно идете и также отжимаете мид. То есть, мы видим, то, что артефакт начинает потихонечку появляться. У Хаскар уже 1900 голды, вот нужно перед пушем обязательно что-то себе купить. И можно продолжать противника давить. Находится в хорошей позиции. Химик с шейкером. Да, тут стараются держаться, есть у них об серверах, тут сложнее дефить. То есть, если бы снизу можно было держаться на расстоянии, то в данной ситуации пока не пользуются тем, что позволяет Алхимику подходить кидать тучкой, вот за такой нужно наказывать. Да, он расстается перед Брекер, вот он со спины, но въезжать пока не собирается, видит, что у Мирокла есть Блинк Даггер, который он сюда сможет улететь. Они просто время потеряли, они сейчас дарят Тауэр снизу висп стиме, стоят на пофиг, убивают Тауэр, его никто не собирается дефить, тем более, никто даже не кушает Тауэр на центре, и мы видим то, что пока ОГЭ метит их. Так, чуть-чуть Кускар не отъелся, проключает Армлет, пока жив, все нормально, да, действительно, просто потеряли время, отдали Тауэр, не реализовали Егис в этом моменте, потеряли заветные минутки, и до качания Егис осталось всего лишь две минуты, неприятным, неприятным. Ну, а фармить дальше, но ты продолжай, есть у него Горклаб, два-триста монет, ну что ж, выйдет ли он в Аганим, или в БКБ пойдет первым же артефак? Аганим, наверное, раз сплит выш получается, то можно продолжить. Ну да, действительно, есть на этом наш вариант. Осуществлять свою комбинацию. Мы вот видим, то что продолжает, а ноу стоит на медене, понятно, чего они вообще хотят, и вот Хаскар понял, что самое время пойти, может быть, на кого-то даже напасть. Сперед брейкер, разгон берет на Тиньки, Тиньки, к Эваланчам встречает, Хускар пытается обойти, аккуратненько дать лайфбрек, но тупо аут от Нотелла, кстати говоря, который будет покупать все-таки Б. Пилометрилхаммер. И очень хороший врыв от OG наверх. Видит они Слардара, который вот-вот добьет себе на блин, осталось еще 400 голды, хотят попробовать его словить, но раз уж он уходит, то как вариант попробовать поймать на перетяжке. Слардар у нас движется, включает спринты, отличный момент для Муна и Мираку, которые очень хорошо дают свои скиллы, и Слардар лопается в одно мгновение. Подходит сюда Хасик с Аегисом, можно аккуратно отойти или можно вообще Аегис выбить, да? Мунтук пошел. Ой, Винтерскерс, какой внезапный на Муна, залетает, спринтерпласт, очень больно, Зоник Вейв туда же моментальный, минус ЕС, и можно разложить Мираку, Мираку, мирует свой станчик, пытается жить, но сжигает его просто-просто Кускар, нужно драпать отсюда, ребята, мы за ОДЖИ, потому что против такого Кускара уже бороться сложно. Минус два в размена одного Слардара, при этом Аегис не потерял еще Кускар. Да, они как-то не определились, чего они хотят делать, потому что Висп все не прилетели, у вас было 10 секунд, то есть вы либо сразу врываетесь на этого Хаскара и убиваете его в одно мгновение, либо вариант номер два вы просто отступаете, потому что у вас остается трое, а врагов вообще четверо, то есть видно, что Нутейлс и Виспом они сразу поняли, что надо делать, аккуратно валить, но Амун не подрасчитал, и Винтера верно дала отличный ультимейт. Они ждали до последнего, они знали тайминги, они знали, что Аегис вот-вот пропадет, еще куда-либо немножко нужно подождать, но этого времени из-за релокейта не было у ребят из ОДЖИ. Получилось действительно не очень какая, и хорошее сочетание способностей АНОН, это и Соник Вейв, и Винтерскерс, все зашло в двух героев, их моментально испопилило, поэтому отыгранное было на весьма хорошем уровне. Так, ну что, Аегис пропал, Рошан появился через пять минут следующий, ребята отыграли АНОН и тулое преимущество ОДЖИ, то есть порядка четырех тысяч монет было отыграно. Да, при этом ребята, как мы видим, пока по голде особо не проседают по одной простой причине. Алхимик, так, сверху у нас врыв на Баррика, который отступил, закидывает у этих гриппами, но ХП есть, и можно жить. И вот опасный момент в центре. Тасик просто подходит, так наглого прям делает вид, что за ним там с магией четыре типа, но, как мы видим, аккуратно уходит, и никого за ним и не было. Так вот, так вот, Алхимик, то есть если бы это был тот самый Алхимик, который фармит Иродианс Монтута, тогда можно было бы бить тревогу, потому что тогда бы он фармил очень быстро, оформил все свои леса, и медалька окупалась бы идеально. В данном случае мы видим то, что немножко другой билдер он для себя нафармил, это за Макси Тянстейбл Канк Акшен, и вместо того, чтобы качать Гривлс Грид, поэтому купил себе медальку Блинг, и казалось бы, ну, с таким билдом иди и сражайся, но мы видим, что нет, он теперь активно фармит свой лес и, видимо, мечтает в реансе. Ну да, так как он собрал себе такой билд, а подраться нормально не получилось, там парочку замесов, они мини-замесов проиграли, в итоге действительно он решил переориентироваться. Вот теперь Айгиса нет, можно еще раз попробовать. да, правда, Хускар уже купил себе Алибарду, может очень хорошо после того же Тинника зайти, и есть Блинг Даггер у Слардара. Но, но все просто, у нас теперь появились все самые необходимые артефакты, вот видим, то, что есть еще Орчет у Квапе, мы можем спокойно идти и абсолютно все, что на своем пути увидеть, и замочить. Да, ну, вроде как, готовы они драться, точнее даже не встречают, а пытаются игнорировать заходы. Миракл, правда, один довольно опасный агрессивный файл, сейчас упает, и вот он пошел с Мокоттанону. Да, OG, видимо, предугадывают их действия, потому что тут и твордец, который показывает, что никого нету, да вообще никого нет, там, ни в центре, ни сверху, ни снизу, и ну его нафиг, пошли куда-нибудь там, далеко-далеко. Враг не нашел нас. Враг, в свою очередь, делает хороший выход за шут. Ой-ой-ой, куда Миракл ты залез? Ну зачем? Подоплипай подставляет спиритбрекер, туда же делает разгон Соник Вейв, Хускар спасает сноуболом на время. Есть Винтерскерс, очень больной Винтерскерс, занятается Атун, пробивает Миракл, лоу КП, пока Джип Бинс выхиливает Миракл до конца, до конца Миракл, нет, таки он встреет. Ну а что делать дальше? Дальше ведь есть Хускар. Вступает, отступает, наставить Нотейл своим прожитым по КБ. ныряет, Тальш Лартар, по окончанию по КБ, неплохо, Нотейл залетел, начинает пробивать с помощью Аэролс, Нотейл, но не забрать Хускара, вот сейчас никак не забрать. Сейчас Шекера закинул, говорит, держи, держи Хасик, ловито. Подстава. Успел он купить блин перед сми. Ну это ультра килл в восполнении товарища Хускара. Да, и при этом как-то нерешительно действовали УДжи, они походу немножко обескуражены тем, что сами попали вслед кулузеров, и сейчас мы видим ну довольно-таки странные действия. То есть Тинни закидывает своего же союзника в Хаскара, мол, он не Чирик должен, давай вали его, и драться на месте УДжи нужно, ну нужно драться, только не так, как вот произошло сейчас, то есть нужно врываться аккуратно всей толпой. Так вот это проблема, то есть если вы не смогли зафокусить Хускара, Хускара на дистанции сколько урона носит, и потом вот остается Хускар, например, в живых, вы там зафокусили, окей, убили там Суппорт, еще кого-то, какого-то Кора, а Кускар в живых, и все, вы его убить не можете, просто не хватает урона. Ну просто да, есть такой момент, что сейчас у него есть Миссы, параллельно у него довольно-таки хорошо качается армор, вслед за этим он набирает большое количество ХП, что позволит ему очень сильно отхиливаться, и уже про кастом ты его не возьмешь, то есть вот эти вот Шекеры, Тинни, они не самые лучшие бойцы, им нужно какие-то теперь фармить внушительно, а это мы, чтобы можно было Хаскера пробить. Если он сейчас возьмет Тараску, вот это будет очень жестко, мы видим то, что у меня 3400 голды, он пока ничего не берет, но возможно вот сейчас он возьмет себе топор. Даже не топор, а Сатаник, даже не Тараска, а Сатаник. Сатаник? Вот там за Рибером сейчас как раз-таки идет. Пока. Он не Тасалки раз будет. Нет, будет Тасалки раз, ну тоже ничего. Я согласен, вообще на самом деле любой артефакт, который мы сейчас купил, был Брут, потому что просто бегает Тинни с одним БКБ. Это не тот персонаж, который представляет какую-то опасность. У него нет той самой волшебной палки, бревна, которую может размахивать. Он может дать прокаст и все, но прокаст сейчас Хаскеру ничего не делает. Ну и пошли в Смаке. Интер верно спалилась на центре, в итоге, ну в принципе они и так знали, то что эти ребята идут, хотят попробовать выйти на Рошана, который вот-вот у нас появится и со Слордаром Рошан за одну секунду упадет. И OG, видимо, просто решили занять позицию. Они так стараются выйти, поставить варды, но пока мы видим то, что вардов нет и поэтому предпринимает другое решение пойти атаковать Смаке. И сейчас очень опасно. Вся команда Unknown находится в позиции. Нет смысла им вообще куда-то разбегаться. Да, ультимейты все готовы уже можно прокастовываться, если что. Шейкер палится снизу, Миракл видит клопу. Нужно попробовать ее забрать, но мы видим, что он не решается это сделать. В это время Тинни с Виспон спокойно забирает линию сверху и на месте и у Джей не стоит рисковать. Потому что и со временем есть эрлаке сейчас пытались только расстанавливаться так минус. Хорошо, забрали. Только теперь нужно очень тонкий момент. То есть они сейчас улетят, смотрю, нужно, возможно, стоит оставить Тинника. Они сейчас улетят, Рошан появляется и для Анон это отличный шанс вообще пробует забрать Рошана. Сделает немножко хитрее. Вис справляется один наверх, снизу оставляет Тинника, который моментально успеет перетянуться и в это время три товарища идут на центр. Очень хорошая координация. Все разбежали Тайан, Нон и отошли, в общем-то, его Джет отошли, алхимик приобрел себя Хелберт, также вот такой же, который есть у Кускара. Ну и, конечно же, в отсутствии спиртбрекера, но он уже претендовать на забор Рошана не буду, нужно подождать респаун. Ну, могут пойти, Шекер повязал свой тюменку, даун 110 секунд. За 110 секунд у тебя есть много возможностей пойти и дать минус врагу. Ну-ка. Ну и критающий подловили. Да ладно, Квапу прям на косте, пытается как-то помочь Слордар, но Квапу слишком быстро забрали, отличная фокусировка. Ну и падает также Слордар минус 2 на ровном месте и можно подловить еще и Винтер Вивер, но про Твиссура получилась не самая удачная. Как же ошибаются Анноуны, Мир кладет до конца, вот он, Акцель, закидывается Стан, и Четтотем, Айсшард, дает Колден Брейс, под ним он пока жив, но это ненадолго. Это у нас 3 делают тот же. Но в 2-м месте просто подставились Анноуны, непонятно как, причем Роди Вард стоял, они же вроде не в Смаке шли, да, они просто шли. было видно. И Квапа ошиблась, больше сказать нечего. Она просто жадность свою показала, она пошла в Хейс забирать. Забрала. Забрала, окей. Забрали ее, забрали всю команду, которая шла ее спасать, при этом забирает Рошана, и вот такое легкое преимущество, которое было у Анноуна, оно закончилось на том, что у Джи забрали Рошана, который, ну в принципе, ожидал, что сейчас будет драка за него. Да, и сразу Shadow Blade эти не покупают. Ладно, окей, там с этими графиками, но деньги, сколько получают тот же каждый из персонажей, это же неприятно. Потому что потом нужно как-то бороться, это же дополнительные айтемы на каждого героя. Ну вот тот самый Хейс злосчастный есть у Антуна, но что ты с ним будешь делать? Оверклап, Матриллхаммер, БКБшки нет. Очень бы в том моменте БКБ пригодилось, кстати говоря. Можно было бы спасти. Можно спокойно пойти подраться. У Шейкера ульта откуда унилась, остальные герои, как мы видим, абсолютно все имеют. Заходит Алхимикс вот такой с хорошей позиции, чтобы можно было кого-то цеплять. И на месте Анон, ну, возможно, а, у Кираса уже есть, да, можно попробовать даже удачные подраться. Удивительно то, что они отошли. Неожиданно, но, как мы видим, возможно, все еще думают, что Хаскар будет посильнее их и продолжают фармить свои леса, надеясь на то, что смогут дать какой-то милс до до тимфайта. Ну, вообще там еще пытаются дождаться Мекку, конечно, на товарища Флая. У него тут есть их адресы, бакли. Не так много, казалось бы, осталось. Может, подождать. Ну, пока они ждут, мы видим то, что Алхимик прыгает на центр, начинает продолжать фармить. И вот теперь Леонон довольно-таки тревожный звоночек есть, потому что Алхимик, как мы видим, уже так неплохо расфармился. Есть у него монетка четвертого уровня. Вот с каждой секунды, пока вы что-то бегаете, они что-то бегают, вы фармите, они фармят, то Алхимик получает в разы больше, чем твоя команда. И по натворцу он рано или поздно обгонит тебя. Да, соревнования с Алхимиком по получению топового ГПМ, они никогда не выигрываются. Люди это неоднократно пробовали, никто Алхимика перефармить в итоге не смог, поэтому действительно особо сильно затягивать хочется, потому что Алхимика здесь потенциал для роста он просто огромнейший. Мало того, что ты себя в 6 лотов однешь, так ты еще каждому из своих героев можешь по Аганиму подарить. Фактически там любому из них он будет весьма достойно смотреться. Я думаю, может быть, поэтому и не покупает себе сам Аганим, ждет, когда Алхимика ему купят. Собрали тем временем Сландара на халяву. Спринт поражал, все понятно, очень быстро убили. Приходит встал Хускар, кстати говоря, может на развороте, потому что теряется в Мундминдер можно попытаться поймать Хускарочка, но ассирит лид, 2200 хп. Страшно. Сейчас пока подожду. Да, может просто вот заставить. Но нет, у нас Хускар отходит. И становится играть все сложнее и сложнее. То есть мало того, что есть такой Алхимика, который может любой части карты прыгнуть от тебя с БНК и застанет моментально. Это первая жесткая инициация. Вторая жесткая инициация это Шекер, который тоже имеет ренш висур 1400. Если он в тебя попал станом, то прилетает здесь в Тиннике конец. В третьих, еще имеется Лотар у самого Тинника. И почти любой герой, который бегает на карте, если он один, он ланшотится. То есть по фарму мы видим то, что вот Жить захватывают полностью мап-контроль, формят вверх-вниз свои леса, формят вот здесь центр и графики говорят нам о том, что они неумолимо движутся вниз. И для Аном нужно ну как-то начинать шевелиться. Ну да, надо что-то делать, потому что в последние минуты Аноны просто пытаются бегать пятером по своему лесу и как-то фармить. Но получается, конечно же, намного хуже, чем это делают ребята из OG. Даже если посмотреть по этому, и Владмир появился, и Мека есть, Аганим. Вот Алхимик, смотри, покупает себе Аганим, как раз таки, который он даст Тиннику, который я всегда Аганим себе не покупал специально. Есть у него, получается, сейчас и Сильвередж, есть и БКБ, и будет еще Аганим как статус. Круто. Вот просто круто. Но видно то, что наши европейские коллеги решили тоже сыграть по принципу или даунспейс для своего мидера, и пока у них это получается знатно. Смотри, как зашел, но Дейл внезапно Витер Ривернус Раскаса пытается забрать и получилось, что сделал, дальше пытается проявить Катара Хаяма. Катара Хаяма пытается уйти, забашился, неприятно, сноубол пошел дальше, накинул на себя уже под сил, сегодня драться уже не хочется. Раскас от Атуна, в Муна залетает, Муну больно, теперь брекер за ним также Кускар сукился в теники, снова башит и неприятные баши. Лордар ныряет, дает стак, жить надо. Нет, Кускар погибает с прокаста от Нотейла, 1-2 пока размен. Драгодельца две части, там погоня пошла с Лордаром за Queen of Face, Лордар с клопой пытаются уйти, встречают Нотейлу, это плохая идея. И на блинках сматываются. Релокейт, погоню за Атуном, Атун! Будет блинк, через секунду есть блинк, хорошо уходит. Ну, тут смогли скрыться, но 3-1 размен. Да, ждет пока Кускар против такого тени не боятся. Но без БКБ, то есть ему уже нужно задуматься о том, чтобы купить какой-то акт. Факт опасная игра от Слардара, влетает в него бомбочка, успевает сделать блинк-аут и Винтер верно, если что, на пациенте. Так, вапа ошиблась просто. Ошиблась? Просто отдалась на ровном месте. Так она хорошо уходила на блинках своих и итоге подтягивалась. Беда, бедам, 44 секунды в таверне. Это позволит ОГ спокойно снести внешки и Тир-2. Ну, может быть, даже зайти где-то на хайграунд. Алхимик сейчас должен принести Аканим. Матриаканим уже летит. И Тинни сейчас начнет в то время расправляться намокка быстрее. Ну, так вот, к чему хотелось все привести. То есть, Хаскору нужно срочно БКБ. Ему срочно нужно БКБ, потому что он не может бить Тинни вообще. Тинни мы видим, то, что вкачался, 17 уровень, имеется у него пассивочка на 4, 20% того, что ты забашешь того же Хаскора на почти 2 секунды. И Хаскор почти весь замес не стоит. Вот мы видим, то, что не успокаивается, просто идут вперед в атаку, там пофиг. И погибает моментально. У нас Баратрон бежит Тинни, который думает, они развалят ли мне всю их команду. Может быть, получится. В итоге получает ультимейт верный, хорошо пробивает его свой же Алхимик, но, как мы видим, он живет. Опять Хускар забашен, сколько можно? Хускар, ни одного удара сделать не может. Пока бегает, конечно, жив, вроде бы. И залетает на него Мун неудачно. Там Арметиком играем неплохо. Эволэнж залетел, Химику уже разобрали, но Тейл подкидывает и таки побеждает. Хускар, а Хускар не выиграл в Армету, но Тейл дальше продолжает драться. Ой, не развалил Баратрон. Выгибает, Крит тоже будет отправляться поверну. Даблкил делает Атон. Только 2 в 3. Но удалось, удалось хотя бы за Хускара отомстить, немножко противника поубирать. Отличная комбинация получилась у Винтерверны с Хаскаром. Хаскар держался на расстоянии, не получал пассивки вообще ни черта. В итоге Алхим, начнете, Тинь у нас погибал моментально, да, Винтерверну забрали. Вон, красава. И 3000 отыграли. Да, 3000 отыграли. Умницы. А теперь они знают технологию. Не подпустить Тинь к Хаскару. Всегда сможем спокойно убить. Тинь, конечно, разваливает очень, очень больно. И бедняжка Хаскар даже не может его толком пробить. Покупается Огрклаб, будет. Даже она появится. Там Гриди вроде наметился тоже на покупку БКБ. Как же нужны эти БКБшки ребятам. А их пока нет. А драки особо-то не выигрываются. В плане, что они отыграли немножко денег, но Хаскар не сидит. И вот Барри нравится, как он закупился. Он, ну, он, если была, допустим, играл в НГ на Братроме, и там у него был Владимир, но так, показалось, что в большинстве случаев Братром все время первый урвался, первый умирал. И раз уж ты умираешь первый, то Владимир не сильно окупается. И Барик решил немножко по-другому поступить. Понимая, что у него, скорее всего, такая же участь, что в него будут врываться, его убивают, то включают лейдмейл и хоть как-то дамажат врага. Правда, как мы видим, это не особо рентабельно, потому что слишком мало ХП у него сейчас. И его довольно-таки бутерброд убивают. Но идея прикольная. Ну да, неплохо. Вправляться бы так под пятерых было бы вообще найс. Но пока очередная смерть в исполнении, но он проигрывает они уже, ну, довольно-таки ощутимые цифры. Хотя, 7500 на 31 минуте это не так много. Ну, здесь единственный момент, то что просто Тинни фармит быстрее, чем тот же Хаскар. То есть, если Тинни бегает на 22 мс под виспом, он там портел своей спешой, то Хаскар с одним топогом на месте 350 у него немножко проседает. Поэтому пока у Джи сайд отрываются. Ой, могут найти Катара Хайяма, включает фатхил, Биссуру получает, есть Глимер, Винтерскерс, как бы жить, Сноубол дальше, стоит Дизейбли, ничего не может сделать его просто, растоптало. А раз он купил игроклап, у него нет файбэка, дальше ломает Винтер Виверну, Колдер Эмбрейс, немножко выиграет время для своей команды. Понятно, доста Виттерверна никуда не уходит. Ну и прямой открытый доступ к базе противника, по большому счету. Крипов только кратами нет. Да, отличный ган. Взяли позицию, где обычно все там, кто-то из команды Рейдин, подфармливают, так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, выпали, ну, вышли именно тогда, когда Хаскар подошел, добиваются, и спокойно его забрали. В те времена сверху Шекер рывается на Снордара, хороший проказ, стол, вообще, фронтам просто бьют OG своего оппонента, все настигают, ведь и находят и смоки получается сделать, и какие-то сейв ТПшки прожимают, тоже убивают противника. Вот, по первой половине игры можно бы сказать, что оно, но все в порядке. Вот, сейчас смотря, опять кто-то заходит в инвизе, снова под этим инвизом будет раскладывать противника и не может жить попа, потому что урона слишком много залетает. Ну, какие-то сентри можно купить для но можно какой-то гем купить себе такой рисковый. Ну, то есть, можно купить хоть что-то, потому что Тини действует довольно-таки по простой технологии. Поставили пару сентри вот, например, одна из них стоит, забегаешь в салатарчике, никого не увидел, отошел и ждешь, когда кто-нибудь придет. Кто-нибудь приходит, ты его забираешь и все замечательно, и свой нетворст дальше поднимаешь. Но оно, в свою очередь, пока стоит и думает, что же делать. Что делать? Не, хотя бы в пятером фармить, то есть, явно не по одному бегать против такого продолжает вас фармить. То есть, учитывая то, что Винтера верно есть в игре, то переворот можно совершить в любой момент. То есть, можно ультануть алхимика и его убьют в свой же Тини, можно там ультануть, не знаю, какого-нибудь Таффика и его, опять же, свои запилить. То есть, вариантов очень много, что могут оно сделать, но нужно успокоиться и хотя бы подвардить. Да, немножко подвардить, чужие сандришники убрать, свои поставить, и контрить тени, давать вам подходить вплотную, много таких вот для того, чтобы их выполнить, но получается не все. В любом случае, пока они играют чисто на Хускара, который фармит, держится за спиной у него. Да, вот они сейчас пограмотнее сделали, раз уж мы нифига не фармим, то давайте хотя бы нашего главного кэри прикроем, и может быть, получится в узком проходе верный, хорошо заултить. Но пока УДжи пользуется этим моментом, спокойно заходит на Рошана, по эксид спреям, но Тейл пробивает, а Егис, конечно же, останется от Тини. Купил себе Плейтмейл, это, скорее всего, Асал Кираса, тоже Асал Кираса собирается, это протнал химики. А что тогда будет у Нотейл из Плейтмейла? Может быть, это будет Нотусорп? А может быть, это будет Шевз... А, еще одна. Так, две Кирасы. Две Кирасы. Профессиональная Дота. Not bad. Причем собрали они почти одновременно. Что один, что и второй. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо сыграно. Видимо, вот эти слухи, то, что они играют типа 4 плюс 1, Миркл особо не общается, он просто играет как в папочке, они поврождаются. Вот сейчас, потому что что один, что второй явно не определились выбором своих артефактов. Ну, и опять Бенвиз заходит в тени. Тир-2 ломает очень быстро. Даже без виспам. Вот, драться против них сейчас просто не хочется. И Аеги там есть, там есть куча артефактов, там все ультимейты. Ну, ЛЖ, конечно же, будут ждать самого удобного момента для врыва. Торопиться им особо некуда. Отчаянно пытаются Кин оф Пейнт выформить свой Аганим. Там нужны эти альтимейты. Я глубоко верю, что это не Аганим у какой-то Скади, потому что на такой стадии игры, когда у всех там по, вот мы видим, Алтине 3000 хп, Алхимик, там 2000 хп, плюсичный регент. Вот эти вот лишние, там, 50 дамага, которые дают Аганим, это слишком мало. Там нужно какой-то хекс вообще взять. Какой-нибудь хекс берешь, хектишь, допустим, Тине до БРКБ, и он уже 3,5 секунды не бьет. Надеюсь, что это в Скаде. Надеюсь. Звучит немножко странно. Да, звучит немножко странно, действительно, что в Скаде такой ситуации покупал Клопа. Ну, во всяком случае, я с тобой согласен, тем, что Аганим сейчас особо сильного профита не даст. Ну вот, заходит, Кардингрифс прожимают, ОДЖИ под виспом, начинает синие резать Тир-3, есть Глиф, щепак, который не езать. Залетает Миркл, просто стан Кускара, но без продолжения. Для отключения внимания, больше того, чтобы спокойно Нотейл мог пробивать Тир-3. Катапуль также нарезает, есть Хелберт, повесили Нотейл, на развороте кидает Эваленш, отбрасывает Кускара подальше. Им вот так пофигу на этого Хаскара, то есть он стоит и не чувствует его ДПС. А теперь Баррак, милишний пробьем тоже. Ставит Сентришник, Спирит Брекер зашел, Квапа тоже, есть Саленсы, Нотейл прожимает ПКБ, начинает с Кускаром драться, подкинул его Кускар, Пятняжка просто уходит назад. Там есть Винтерскерс на Миркла, но Миркла убивать они не могут, не хватает демеджа на развороте Хасклэма от Фун Миндера. Валерас Панч, минус 2 уже сделали, но Тейл продолжает преследование за Атселом, остальные сваливают. Но это минус 2, байбэк от Слардара и Хускар получит старт, Миркла очень больно, спасите своего керри, есть Колден Брейс, Миссура дальше. Эваленш Толс, не добили Хускара, Хускар жив, но и возвращается в предыдущем своем занятии ОДЖИ, прибавить пора. Гриди залетел под пас прямо, ну как же он так поднарелся под пассив Фунтини. Эх. После байбэка погибает он, минус в мид линии, и можно перетянуться, ломать нижнюю сторону. Конь на ТЛТ будет делать. А Эггис по-прежнему присутствует, ну и шансов у него нормально подраться практически нет. На байбэке тут, точнее, кулдаун на Клаббер в ультимейте ее, а в целом тоже нет ультимейта. Ну что ж, заходит на Хускар, Хускар БКП, прыгает с Мирикла, Миклайфу стали спасти, но вот он у БКП, смотри, лежит, вроде живет. Пробить бы Мирикла, Незерстрайк Мирикла, Мирикла, Мирикла спасти, как же насиливает этот Мирикл, он не хочет сдаваться. Сгибает тонну, много ТП потерял у нас и Хускар, следом с флеша пробил также и Спиритбрекера, это минус 3, ну и Гудгеймблплейт. Ребята из анон приглашаются с поражением первой карты. Уверенная игра в ТОДЖИ. Швейс Птини, пока в руках этих товарищей не проигрывает. И анон на своей... как это? На своей голове это прочувствовали. Ну знаешь, по началу игры казалось, что там Хускар, помню, что ультракил сделал, вроде неплохо, тут-тут-тут-тут, работало, но... Но, 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 увы. Где-то там парочку раз поошибались на перетяжках, хорошие ганки были из ОДЖИ, отлично перемещались по карте. Ну и как результат, закономерная победа